Здравствуй, дорогой зритель! Спасибо тебе за отзывы первого выпуска нашей программы. Обои мы переклеили, костюм ведущего сожгли. И теперь, как и обещали, показываем главный обзор. Супер Бобровы. Откровенное интервью актеров, кадры смес съемок и полный обзор в программе «Хочу в кино». Итак, жила-была семейка Бобровых. Жила себе не тужила, чаечек вечерами попивала, как борьбался в их жизни метеорит. Да наделил каждого суперспособностями. Кого летать, кого железки гнуть, а кого и вовсе сделал бессмертным. Это был первый проект, в котором мне пришлось использовать спецэффекты. Они, конечно, здесь простые. По соотношению с Голливудом они скромные. Спецэффекты могут быть и скромные, Зато намерения главных героев самые, что ни на есть, грандиозные. Грабануть банк и зажить на всю катушку. А если тебя в тюрьму посадят, что с Олегом будет? Это 12-я или 13-я или 14-я картина. Суперспособность, которая досталась героине Софьи Москвевич, гнуть железяки, сдвигать одной левой грузовики, мизинцем ноги расправляться с бандой головорезов, словом, суперсила. Повезло и героине Ирины Пеговой. Она обрела способность левитации. Куда хочу, туда лечу. А вот самой актрисе пришлось, ой, как нелегко. Потому что у нас и Пегова теряла сознание. Только в простой серии птицей я поняла, что я вляпалась в какой-то жуткой стойке. Я потеряю, оставлю все свое здоровье. И зачем мне это нужно? Для того, чтобы все это подвесить, чтобы все это полетело, нужно очень долго ждать. А во-вторых, нужно очень следить за артистами, чтобы они не поранились. Немало пришлось повозиться, чтобы героиня Оксана Акиншиной на экране то исчезала, то вновь появлялась. Нужно большое количество денег на постпродакшн, чтобы всех затереть, все руки, ноги и всю Оксану. Короче, чтобы затереть, нужно время. А еще костюм зеленого человечка. Впоследствии зеленый цвет пропускает через компьютер, и он становится прозрачным. Так снимаются современные невидимки. А вот как можно плеваться огнем без вреда для окружающих. Я общаюсь с животными. Что ты сказала? Охренеть. Это ужас. Это тут еще бардак. У каждой дрессированной собаки есть свой дрессировщик. Вот стоят перед вами собаки, вот их 10 штук, и сзади стоят 10 дрессировщиков. Какой-то балаганный цирк. Если лает одна, лает все. Если убегает одна, убегает все. Короче, полный беспредел. Мы должны все делать быстро, все делать четко и все делать скромно. Мы попытались уложиться в этот бюджет и сделать что-то интересное для зрителя. Я хочу летать, исчезать. Хочу заговаривать людей. Кому бы я врезал, я бы собрал всех журналистов у какой-нибудь стены, не знаю, пробил бы ее и сказал вот... На сегодня это все. Спасибо за ваше драгоценное внимание. Напоминаю, что ваши отзывы и рецензии очень важны для нас, поэтому пишите их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и выбирайте лучшие фильмы вместе с программой «Хочу в кино». Субтитры сделал DimaTorzok